Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Утро» студия «Хорошего настроения». Сегодня 24 февраля. А вот в 1932 году на свет в этот день появился французский композитор, человек-легенда, записавший более 100 альбомов, а также сочинивший музыку более чем к 200 кинофильмам Мишель Легран. Именно его музыку вы сейчас слушаете, а слушаете ее в аранжировке белорусского гитариста, который сегодня заглянул к нам в студию «Хорошего настроения». Профессор Белорусской академии музыки, руководитель оркестра гитаристов Валерий Живолевский. Доброе утро! Доброе утро! Мы знаем, что вы написали эту аранжировку. Скажите, как вы оцениваете творчество этого композитора? А отказываясь на ваши питания, я думаю, до речи пригадать зарословы ведомого письменника 20-го ста годзя Чингиса Айтматова. «Коли и зникне все на нашей грешной земли, то в першу чергу будешкада музыка». Можно поспорчаться на гэтый кунт «Алесёння» в день народина у славутого французского композитора, дирижёра, пианиста, аранжировщика, спилака в Истерешт. Необходно констатовать, что, кали мы узгадываем слово «музыка», слово «саправдная музыка», музыка с великой литрой, то это мое самое непосредное дочинение до творчества гэтого человека. Дякуючи каналу СТВ и вашей передаче за разгучить. Моя аранжировка с лаудой мелодой «Шербургские парасоники», и будем лечить, что это так само символ пашаны до великого маэстро. Как красиво человек говорит о музыке. Ты представляешь, как красиво он и играет. Мы слышим, как красиво говорит. Вы знаете, я задумался, как красиво звучит название фильма «Шербургские зонтики» на белорусском языке. «Шербургские парасоники». Никогда бы даже не задумался. Вы знаете, хочется поговорить с вами о гитаре и о гитарном оркестре, и даже не знаю, с чего начать. Гитарный оркестр – редкость ли это вообще в мире, и как давно он появился в Беларуси? Ну, кали так само отказывать на это пытание, можно задаться пытанием, а я кое дочинение мая, гэтый аутентичный фольклорный испанский инструмент до Беларуси? И вы знаете, не так давно в одном из белорусских выдоведствах вышли мемуары уродженца Минщины, ведомого русского литератора Фадея Булгарина. И в своих мемуарах он писал, что наприконцы 18-го ста годзе на Минщине амалькожная бедная шлегтяночка играла на польской гитаре с железными струнами. А что датычить гитарных коллективов аматорских, то, видите, вот подобные коллективы были вельми популярны на территории Беларуси в первой полове 20-го ста годзе. Зараз вот ректуется уже до первой дании книга «Лютняя гитара на белорусских землях». И вот в этой книге, кали, есть макчимость показать уникальные фотосдымки этих оркестров. Скажем, а вы расскажите, это первые белорусские гитарные оркестры, да? Правда, тут они не чисто гитарные, тут гитары с уделом мандолин, сейчас он балалайок, можно перегорнуть сторонки. Вот это местечко Заполье. Практично они охопливали все регионы. И на вот приблизных подликах колькость этих коллективов перевышала за сотню. И по популярности эти коллективы ничем не заступали с сегодняшним молодежным рок-гуртам. Наверняка не всякую, не любую музыку можно исполнить таким составом. Ну, перш за все, есть такое понятие в музыке – это аранжировка и опрацовка. И на это потребуется отповедные веды, профессионализм. Соправды, на сегодняшний день в свете не так шмат подобных коллективов, и в основном музыку для таких коллективов створяют керавники. Мы видим все с гитарами, кроме вас, да? Они, я посередине вытогу. Да, но мы с гитарой. Мы с оркестром, а они с гитарами. Сколько человек на сегодняшний день в оркестре гитаристов, и что это за гитаристы, расскажите? Это студенты Белорусской Державной Академии Музыки. И вельми приемно, что вот с кожным годом колькость абитуриентов расте. Например, когда я еще поступал в Белорусскую Державную Консерваторию, дай бог памяти, а это был 1980 год, принимали только одного гитариста. Вот зараз уже 4-5. И это тешит тому, и есть махчимость создать оркестр. А где можно услышать оркестр белорусских гитаристов? Будем лечить, что сегодняшнее выступление нашего коллектива – это свои саблевый день на родину. Прикладно год тому по рекомендации администрации Белорусской Державной Академии Музыки, и был створный в этой коллективе. Что же сегодня коллектив исполнит для нас? Сегодня коллектив, выконная пьесу ведомого белорусского композитора, пианиста, аранжировщика, солиста оркестра, подкерамистом Финберга Андрея Шпинева. Пьеса «Майоназу. Ритмичная миниатюра». Как много гитаристов увидят наши зрители? Ну, я думаю, не только гитаристы, а все и те, кто любит этот уникальный инструмент. Спасибо вам большое, что нашли время заглянуть в студию «Хорошего настроения». Буквально через несколько мгновений, друзья, вы увидите выступление Белорусского оркестра гитаристов. Поблагодарить за хорошее интервью. Мы хотим гостя нашей студии, гитариста, профессора Белорусской Академии Музыки, руководителя оркестра гитаристов Валерия Серафимовича Живолевского. Спасибо. И вам так само дяпы. Белорусская Академия Белорусская Академия Белорусская Академия Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»